больше клубов с такими ценниками в россии я не помню мы даже не отключили на самом деле надо это исправлять давай говорить о бабках на у нас то открывали то закрывали это прекрасно а еще прекраснее это кнопочки это отдельное искусство штуки тут лесен привет я эрик шоков и сегодня я получил такое сообщение эрик ты что едешь комбинирный клуб они до сих пор живы и этот вопрос меня заставил сделать такое начало сегодня вы увидите то что и превратилась в кибер-клубы большинство моих подписчиков понимает какие сейчас кибер-клубы что там продается какой там железо какая там кухня и так далее но люди которые от этого далеки помнят кибер-клубы такие как были раньше мониторы жопой столы как в школе мышки genius в общем все как и было но все это в прошлом сегодня вас познакомлю с новой тенденцией которая происходит в нашем мире в киберспорте это кибер-клубы нового уровня это именно кибер-клубы то что вы помните это были компьютерные клубы мы в городе алматы казахстан этот кибер-клуб не писал очень долгое время просили рассказать про них и я решил что это классная история потому что они вложили в этот проект огромные деньги внимание полмиллиона долларов что вы понимали бы такие деньги никто не вкладывал в компьютерные клубы раньше сейчас все изменилось это огромнейшие бизнесы это огромное количество оборота и большая аудитория привет привет это владелец клуба не он который находится в центре алматы я рад что у нас получилась эта встреча я рад что вы смогли это сделать место вообще где мы находимся это шикарно наверное это за все время самый презентабельный вход потому что у вас красивейший жк вы находитесь на первом этаже над вами нет никаких соседей у вас есть большое количество парковки здесь у вас будет терраса то есть вы платите огромное количество денег но есть за что да я думаю именно так что самое интересное они не работают 24 на 7 то есть это очень интересно вы работаете с 12 до 3 по выходным и эту часу по будням до 2 до по будням да как-то так это странное решение не пожалуйста решение пришло к нам во время пандемии потому что очень долгое время нам нельзя было работать 24 на 7 были определенные регуляции выставлены правительством за это время мы набрали определенную аудиторию и получилось так то что наша аудитория в принципе привыкла к такому временному курсу и где-то уже к двум часам ночи у нас так и так гости встают и уходят они все такого рабочего класса и всем утром нужна работа поэтому мы решили то что оставим так почему нет окей давай заходить посмотрим что нас видит внутри самый дешевый час который можно наблюдать на прайсе это тысяча тенге самый дешевый компьютер один час самый дорогой это 2000 сказать честно да это не маленький ценник в россии нужно еще найти такие клубы сейчас этом в place это в инвежин универс больше клубов с такими ценниками в россии я не помню окей давайте возьмем самый дорогой час вот кемпе посмотрим что у вас там друзья если что я бы очень хотел бы попросить поставить лайк под этим роликом потому что обзоры кибер клубов записываются очень редко но метко ребят расскажите пожалуйста про вашу дружбу вы делаете вместе бизнес на самом деле знакомы мы с далек из далеких времен со школы нам сейчас по 25 лет получается о дружбе нашего скоро исполняется 20 лет сентября поэтому дружим мы давно и все наши интересы всегда как-то так сходились вместе и мы все делали в принципе вместе и поэтому здесь тоже мы вместе да и пробовали бизнес мы начинают тоже вместе пробовали разное интернет магазины это музыкальные проекты занимались музыкантами booking у нас был и в конце концов мы пришли к тому что что мы хотим но я лично хотим компьютерный клуб мой друг хотел бар киберспортивный и вот так к нам пришла идея не он заходим дальше это все еще тот самый кибер клуб настоящий ресторан здесь есть свое меню здесь есть свои повара здесь 50 квадратов кухня мы все не зайдем увидим сюда приходят и люди покушать некоторые ваши клиенты даже не играли в компьютер да то есть у нас есть определенный контингент гостей которые приходят сюда не за играми а просто поесть мы реально гордимся кухне уровнем кухне которые мы здесь построили люди людям нравится наше меню так у нас здесь получается 3 телевизора я такой впервые вижу исполнение это это по стаж и 5 здесь на данный момент у нас здесь и из-за того что есть проблемы и перебои с поставки playstation 5 на данный момент зале стоит playstation 4 но мы ждем обновления с точки зрения нашей вип-комнаты там уже стоит playstation 5 так здесь у нас получается проектор вы мне показывали фотки как у около 40 человек смотрел интернешнл мы мы построили то есть весь этот концепт он был сделан не в стиле ресторана или какого-то бара мы с моим партнером получается в какой-то момент просто хотели пойти посмотреть сами интернешнл и искали заведение где это где можно это сделать и где это можно сделать как и с футболом допустим выпить пару кружек пива с каким-нибудь блюдом на компанию и кайфануть от доты так как городе не было такого предложения мы начали потихоньку обсуждать возможность где-то в 2018 году я увидел такой концепт в лондоне бар где люди смотрели контр-страйк сидели пили выпивали пиво кушали и смотрели контр-страйк и я подумал почему не сделать это вот здесь казахстане и привезли вот такой вот концепт и очень долгое время мы боялись то что он не сработал была пандемия было совершенно непонятно будет это работать или нет но мы дожили до мажора по контр-страйку я насколько помню да это был и здесь и сидела 50 человек зал заполняется и люди с удовольствием смотрятся прекрасно а еще прекраснее это кнопочки 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 для вызова официанта оператора и счета да честно я в этом кибер клубе уже три дня сижу кушаю играю и эти кнопки так хорошо тут работают здесь у нас полноценный бар тот бар который используется в обычных ресторанах в барах здесь есть все я пил у вас каждый день кофе по-настоящему хороший кофе это можно называть этот день что у вас здесь интересного я вижу здесь огромное количество алкоголя как вообще дела с лицензии в казахстане лицензия получается абсолютно получается легальным образом ты западаешь заявку оплачиваешь госпошлины лицензию получаешь лицензия есть самое главное а спонсор этого ролика сайт gg drop если что это сайт подкрытие кейсов которые сейчас может выполнить роль обменника вы можете закинуть деньги на сайт через огромное количество платежных систем открыть несколько кейсов выбить скин забрать его себе в инвентарь а в итоге его продать в стиме и получить деньги то есть это обход блокировки прямых депозитов на steam иначе вы не сможете закинуть деньги просто на баланс а так вы можете попробовать выбить скин подороже если повезет а тем более с моим промокодом у вас есть плюс процент в депозиту он будет около 30 процентов . на джетроп есть в описании ну а мы идем дальше да вы вложили по некоторым оценкам 600 тысяч долларов да и как я понимаю это все в кредит это игра волнен как вы так осмелились ну как и говорили к нам пришла идея не очень думали просто у нас не было денег давай напишем все равно распишем эту идею так и сделали деньги нашлись кредит дамы это не так просто каждый месяц когда подходит конец месяца 30 число это грамм стресс и первый год было так прошли через такие финансовые горки через кассовые разрывы и со стороны но сейчас мы на плаву до стадии и я думаю то что если мы пережили период пандемии и так далее всех этих там на 100 открывали то закрывали и так далее не было какой-то определенности то сейчас он наконец-то появилась сейчас у нас есть определенные планы цели и так далее и мы видим куда мы идем и этот кредит на самом деле он не сильно пугает как он пугал ну грубо говоря даже полгода назад сейчас уже все стабильно вы еще выдержали возможный ущерб в январе здесь были митинги и у вас есть история как ваш кибер клуб обошли можешь про это рассказать это да это очень такая интересная вещь у нас стоят две камеры на улице которые смотрят на нашу летнюю террасу которая сейчас не используется зимой и соответственно когда все эти митинги прошли к нам поступил запрос о том то что нам нужно передать видеозаписи с этих событий властям и ну мы и сами впервые получается посмотрели на эти видеоролики на самом деле было очень много мародерства в казахстане в алмате в особенности очень много заведений сильно пострадали во время эти январских событий трагичных и мы просто обратили внимание на то как много людей оказывается на самом деле шли именно по наурзвай батыра по улице на которой мы находимся и как много людей прошли мимо нас это это точно в тысячах людей абсолютно страшно картина на самом деле когда ты смотришь и их такой вот взгляд нашу сторону на нашу вывеску которую от неожиданности того что будет так мы даже не отключили на самом деле она горела на всю улицу и и люди вот так проходили реально так поглядывали думали ну наверное там ничего нет единственное наверное что нас спасло это тот факт то что мы закрыли шторы перед уходом и соответственно через витринные стекла внутрь было не заглянуть и они как-то мимо прошли но это было такое волнительный момент нашей переходим к игровой зоне это первая комната называется ту в зон все потому что там девайс это asus сейчас я замечаю очень интересную фичу это такие вот разделители которые помогают уединиться и так вы этого парня не помогает вы стоим четвером над ним но это интересно я такое редко где видел я вообще это не видел какой фидбэк от клиентов это им нравится или помешает им нравится это наверное один из одна из фишек которые нравятся всем нашим гостям они реально получают от этого удовольствие и я думаю самый большой комплимент который нам могли сделать это мы уже видим как компьютерные клубы потихоньку используют этот концепт для себя насчет вытяжки стать им тут респект дышать было всегда возможно они вложили огромную сумму назовешь 15 миллионов тенге до 15 миллионов рублей до 15 миллионов тенге чтобы было бы дороже сколько всего компьютерами в нашем клубе получается 50 компьютеров разделенные вот на три зоны вау сейчас мы посмотрим полностью что у нас по девайсам а что он с по фишкам которые находятся на столе это отдельное искусство по кресла у нас когар в целом я не фанат когаров но они очень мягкие сидеть комфортно не знаю что будет с ними когда ты сидишь больше чем часов 8 но в целом они комфорт смотри тут очень еще важный момент очень важно я это сам встречал за эти два дня пока здесь был и у других игроков видел путаница проводов вот здесь всегда ты признаешь я признаю это с кабель менеджментами именно под мониторами мы должны отработать сто процентов окей по клайтури здесь у нас то в гейминг в целом суши вот насчет клавиатуры они все одинаковые по сути по звуку она нормально еще более-менее но в целом это нормально по мышке это тоже осуда это только там до m3 называет а по наушникам здесь у нас хопер x клауда и я скажу вам честно эти наушники лучше чем steel series арктики которые будут в более дорогой зоне почему я говорю так потому что это хопер x все-таки мне кажется по бренду steel series сейчас уступает во вторых по материалам они более качественные третьих звукоизоляция у этих наушников лучше чем steel series по мониторам 280 герц это очень интересный вариант почему 280 на 240 ну на рынке была возможность соответственно взять 280 на момент когда мы покупали и мы решили как как и все компьютерные клубы наверно чтобы была какая-то громкая фраза все 50 мониторов у нас здесь и стоят абсолютно одинаковые 280 герц окей слушай тут очень классная фича наверное 90 процентов почему мне у вас было комфортно и приятно играть это вот эти вот три кнопки в господи три кнопки официант счет и админ оператор за если я бы засекал это наверное до 15 секунд и они уже приходили и отлично решали вопросы на самом деле мы посмотрели эту фишку и фишку получается в дубае мы сидели в баре и там официанты очень быстро обслуживали с помощью кнопки которая приходила на часы приехав назад мы сразу зашли в google просто нашли такие такое решение купили кстати в россии это российская компания которая занимается этим нам привезли мы установили все работает очень хорошо акшу за компания salt по железу здесь все одинаковые все 50 компьютеров с одним железом расскажи пожалуйста почему 2080 клуб уже новенький по сути да почему 2080 но на самом деле в момент нашего закупа это был 2020 год начала еще 30 серии не вышли поэтому тогда мы приняли решение то что пора закупаться и взяли то что было на рынке самый лучший на тот момент ну что ж идем в следующую зону этот ролик был смотреть владельцы кибер клубов нынешних а возможно и будущем можете дать какие-то советы с чем вы столкнулись мы вложили здесь сюда очень много денег на момент открытия мы купили топовое железо и советная тем кто хотел бы заниматься именно этим бизнесом то что нельзя рассчитывать на то что твое крутое железо привезет всех в твой клуб и ты откроешь клуб и у тебя все поправит такого не будет нужно обращать внимание на сервис как взаимоотношения с твоими гостями компьютерных клубов 90 80 процентов гостей это постоянные гости для них нужно придумать очень много разных поощрений и нужно заниматься в первую очередь сервисом высокие потолки просто чтобы людям дышалось хорошо большие пространства людям должно быть удобно стил зон так мне интересно посмотреть какие девайсы вы выбрали из застил сериас да я сразу вижу здесь другое кресло она у нас уже никого родиться рейсер подушечка которая и который часто снимают их очень часто снимают соответственно мы даем выбор гостям дикси рейсер и все другие кресла задумайтесь это никто не хочет вы тратите деньги просто давайте посмотрим насколько тут удобно сидится ну это кресло гораздо удобнее когара наверное тем что она не такое мягкое спина чувствует себя адекватно она они на кровати так по наушникам по мышке по коврику а тот самый да да здесь и получается коврик и улюстил серийской хэви но при я заваришь ты перебивая но так приятно это это связка этого коврика и этой мышки либо просто этого коврика он так плавно идет вторая комната стил зон все то же самое что мы сейчас видели но самое интересное это вот этот коридор вы плохой фон да это наши уборные здесь три кабинки мы не делим их на мужские и ленские стараемся все держать чистоте у нас позиция такая лицо заведения его всегда можно понять по полосам узла если в уборных чисто знать заведение скорее всего будет хорошего уровня поэтому здесь мы прям следим за этим все сейчас мы зайдем в ту комнату где я посидел два дня последних по-настоящему 20 это комната которая называется бутки мы сейчас самой главной зоне самые дорогие компьютеры 2000 тенге в час это очень очень неплохой такой ценник но у меня есть такой моментик что вы чуть-чуть перепутали премиум зону и средний класс кресло вот это хуже чем дикси рейсер коричневый то есть реально это может быть дороже но пока ну по комфорту хуже все но все зависит наверно от удобства я считаю тоже эти поудобнее чем те на долгое на долгое количество времени чтобы сидеть эти чуть-чуть поудобнее чем те здесь у нас а по девайсам зови steel series asus и steel series и коврик asus есть да если что я вчера играл в целом все окей компьютер получается тот же но и есть очень сильно отличительная черта эти два дня я просидел в этой комнате не выходя из нее вы спросите а туалет все очень просто тут есть свой туалет в каждой комнате присутствии своего санузла в бибке это просто вау классно слушай я сейчас нашу хочу сделать проверить насколько много фпс of csgo я включу кс и впервые я добавлю это в рубрику мы проверим средний фпс на карте фпс бенчим это будет хорошим показателем всех кибер клубов с этого момента умея сейчас чек мы авторизуемся и посмотрим а мы видим получается рабочий стол экшен фпс интернет спорт спорт это что это у нас майнкрафт что а как это кит кит спорта детский я пришел меня нет аккаунта своего что я должен мы нажимаем на кнопочку оператор где-то снова ладно хорошо кстати засекаем сколько времени понадобится чтобы пришел бы оператор между вчера нужно было секунд 20-15 до прошло уже 40 и фильмом слайдер да салим мой баланс уменьшается в рост его зависимый баланс он уменьшается каждую секунду страшно да дровить можно клубный аккаунт клубная я хочу в кс поиграть на самом деле это очень долго я смотрю не вижу я тоже думаю почему так долго но все мастерские карты быстро открывается поедина но также было очень рады с компами здесь шо-то шо-то там не то мне кажется это уже оптимизируется да все я отпускаю сейчас и он сам покажет сколько фпс все отпускаем средний фпс 369 это достойные цифры но сами компы не настроена надо это исправлять сейчас мы заходим в комнату по стэшн там есть люди поэтому быстренько это сделаем получается люди там сидят играют это у нас получается меню кибер клуба напоминаю кибер клуба давайте посмотрим на сведу тут позиции больше чем каких-то ресторанах что самое красивое можно заказать самое красивое да можно заказать пейпер стейк он будет выглядеть очень симпатично я думаю стейк пейпер да да я думаю тоже фахитос выглядит очень красиво у нас получается мы заказываем стейк пейпер и фахитос из говядины не знаю как выглядит фахитос но очень интересно очень интересно сейчас мы пойдем аккуратненько на кухне посмотрим на ее размеры и как там готовят и кто готовит да да здесь получается 40 квадратов у нас кухня полноценная ресторанная работает у нас сегодня по моему четыре человека персонала 33 человека и посудомойка ну получается человека давайте посмотрим сейчас количество нарушений садре открытый хлеб но это же нарушение ну это скажи честно это же нарушение наверное я думаю да ладно минус 16 градусов здесь у нас получается минус 18 градусов здесь а это плюсовый холодильник здесь и все что соответственно что если тут прессе да ладно нет не может быть убирать я готов клеить наклейку я тоже готов клеить наклейку так для меня на самом деле это очень важная часть да конечно все хорошо все исправили это обязательно давай говорить о бабках какая выручка в месяц сейчас мы дошли до уровня рублях это 4 миллиона рублей 4 миллиона рублей оборот в месяц слушайте какая ставка в казахстане на налог на налог мы работаем в упрощенном формате то есть есть то это товарищ с ограниченной ответственностью есть общеустановленный режим это 20 процентов от чистой прибыли а есть упрощенный формат где у тебя налог 3 процента но он идет от оборота мы работаем в упрощенном формате 3 процента 3 процента 3 процента а еще нас до 24 до конца двадцать четвертого года по моему по благодаря нашему президенту нас освободили от этого налога даже от этих трех процентов и соответственно мы просто на данный момент не платим мы заполняем все наши отчеты отдаем налоговую отчетность но платить ничего пока что 4 миллиона оборот какая мужа вот наш финансовый человек сейчас расскажет маржа процентов 15 до получать за у нас огромные расходы из четырех миллионов три с половиной это только расходы так я думаю что есть смысл заканчивать спасибо что то что вы делаете кибер клуба и делаете это правильно и хорошо и вы хотите сказать что вот это было в компьютерных клубах все изменилось это рестораны и компьютерные клубы вместе взятые какой можно сделать вердикт проект кибер клуб стоит ли сюда заходить стоит ли здесь играть стоит ли здесь кушать и стоит ли тратить деньги в этом компьютерном клубе я вам скажу так кухня которая находится здесь она одна из самых лучших которые я пробовал своей жизни если вы хотите вкусно поесть обязательно идите сюда если говорить про само железо и компьютеры то смотрите какая ситуация мы проверили средний фпс в csgo он был высокий а это означает что компьютеры живые единственный момент в этих компьютерах это отсутствие оптимизации как только не это исправит пойдет поток поток тех людей которые любят играть в csgo с максимальной плавностью а по девайсам пойдет я думаю здесь какие-то некоторые полировки и будет все окей ну и окончательный вопрос стоит ли идти в такой кибер клуб конечно же да я бы сюда бы шел и верил до последнего что ребята займутся вот такими мелочами это реально нужно просто немножко доработать с вами был я эрик шоков спасибо за то что вы смотрите эти ролики спасибо людям которые создают такие кибер клубы это очень интересно движуха растет и это по-настоящему мировой уровень спасибо казахстану за прием а я еду в другую страну ну как другой в грузию посмотрим что получится там поснимать и там сейчас больше всего блогеров находится из моего окружения никогда бы не подумал что такое случится есть еще один дорогой кибер клуб казахстане он называется the brothers если вы хотите посмотреть то тыкайте у вас на экране но сейчас я точно прощаюсь пока